В четверг в эфире телеканала Первый Матишинский подвели экономические итоги муниципалитета за 9 месяцев 2020 года. В программе «Диалог с властью» заместитель головы администрации Ирина Шилова рассказала об основных показателях и тенденциях, а также сравнила текущую ситуацию с весенним периодом. Мы говорили о том, что 42% сминусовала наша промышленность, то есть основной потенциал, который формирует и бюджетные поступления. Я могу констатировать, что за 9 месяцев кардинально ничего не изменилось. Кардинально. Потому что влияние режима самоизоляции, приостановка деятельности во всех сферах экономики, конечно, она отражается на показателях. В ходе программы затронули тему исполнения бюджета городского округа Матишина 2020 год. Преодолеть сложную экономическую ситуацию помогла совместная работа с Федеральной налоговой службой. Упор был сделан на сокращение задолженностей по имущественным налогам. За 9 месяцев плановое назначение мы выполнили по доходам на 71%. За соответствующий период прошлого года это было чуть меньше – 68%. Но в разрезе источников все-таки некоторое уменьшение есть по НДФЛ и по спецрежимам. Это понятно, почему. Предприятия стояли, заработные платы не в полной мере были, потому что у нас были и приостановки производства, и были сокращения. То есть люди уходили на две трети. Кроме того, Ирина Шилова рассказала о преимуществах инвестиционного паспорта городского округа Матиши, отметив, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприниматели продолжают выбирать наш муниципалитет для ведения бизнеса. За 9 месяцев от потенциальных инвесторов поступило больше сотни заявок. 72 из них направлены конкретные коммерческие предложения. Продолжение следует...